Это светская львица Ким Кардашьян на модном показе Балантияги в Париже. Это уже актрисы Панелопы Круз и Аманда Сейфрид, а также певица Кайли Минок после благотворительного балла Мэтт Галла в Нью-Йорке. Объединяет их одно, все они в объективе уфимского фотографа Артура Гореева. Буквально на днях он снова был во Франции уже на презентации одежды Тома Брауна. Мы созвонили с Артуром Гореевым и узнали, как он начал снимать самые топовые мероприятия от различных модных показов до Каннского кинофестиваля. И первый вопрос, который мы задали нашему земляку, как он оказался в Нью-Йорке. Я сначала поехал просто по турвизе, потому что, в принципе, давно хотел просто на месяцок попасть в Нью-Йорк. Но потом как-то так запретило, завертелось, начал ознакомиться с новыми людьми, развалиться контактами и уже после этого понял, что хочу остаться в Нью-Йорке и иметь право легально работать, потому что по турвизе ты работать не можешь. И, получается, сделал визу талантов. Это виза, которая позволяет легально находиться в стране. Она дается на три года, дает право работать в той области, по которой ты подаешься. По словам Артура Гореева, первый интерес к фотографии появился в УЗИ. Еще тогда студент Уфимского нефтяного университета и подумать не мог, что это мимолетное увлечение станет частью его жизни. Ведь сразу делать хорошие кадры у него не получалось, поэтому парень благополучно забросил хобби. Увлекаться снова фото Артур Гореев стал в США, когда отправился туда в первый раз по программе World Contravel. Я снимал на телефон. Мне все время нравилось сфоткать на телефон, обрабатывать там всякие программки. Когда мы поехали уже путешествовать после трех месяцев работы, тогда у меня еще был, по-моему, четвертый какой-то айфон, на нем было всего 8 гб памяти. Естественно, они очень быстро закончились. Мы собирались ехать в социальные парки, Гранд Каньон и прочее. Ну, как вот так вот, поехать из-таки красоты и не сфоткать это? И я просто купил на ebay какую-то самую такую простую камеру и поехал с ней. Фоткал на режиме авто, просто чтобы получился кадр. В какой-то момент я случайно перешел на другой какой-то режим, и у меня кадр был полностью такой темный. Вернувшись обратно в УФУ, Артур Гореев стал задаваться вопросами, что за режим он случайно включил и почему кадры получились темными. Молодой человек начал посещать различные мастер-классы и курсы. Тогда парень уже окончил вуз и получил должность нефтяной компании. А в свободное время он устраивал фотосессии, а после и вовсе открыл вместе с друзьями свою студию. И по мере того, как мы ее открывали и делали ремонт, делали новые залы, я понял, что возвращаться уже в нефтянку я не хочу. Потому что, во-первых, вахты были довольно нестабильные. То есть 6 недель работаешь, 3 недели отдыхаешь, бывает и дольше. Я понимал, что я свой бизнес не могу на 6 недель, на 2 месяца образно оставить и не появляться там. Первое время у нас не было ни администраторов, никого. То есть мы все делали сами. Я принял решение, что надо с нефтянки уходить. Артур Гореев с головой погрузился в свое дело. Продолжал активно изучать ремесло, находить модели и проводить фотосессии. Особенно он полюбил хоррор съемки. Можно сказать, с этого жанра и начался путь уфимского фотографа. Дальше пошли коллаборации с крупными брендами. А после неожиданно для себя Артур Гореев переквалифицировался в ивент фотографа. Теперь он работает по всему миру. Для меня это была прям как новая территория. Я понял, что в принципе это прикольно, это круто. В этой среде, в этой сфере ты должен работать очень быстро. Должен ориентироваться, должен знать, кого надо снять, кого не надо снять. В общем, было сложно, потому что ритм другой. В студии ты приходишь, у тебя все комфортно, ты расставляешь схему света, ты один на один. А там тебе приходится бороться, чтобы сделать кадр образно, потому что еще куча фотографов. Переехав из Уфы в Нью-Йорк, Артур Гореев начал снова обрастать новыми связями. Сначала парень работал с местными блогерами и инфлюенсерами, снимал небольшие мероприятия. Постепенно знакомству уфимцу помогли выйти на новый уровень. Это уже различные модные показы, кинофестивали и другие значимые мероприятия мирового масштаба. Некоторые медийные личности уже знают Артура Гореева, мило улыбаются и с удовольствием позируют. Как признается фотограф, причина кроется в простой вежливости. Приходит какая-нибудь особо большая звезда, типа Шерон Стоун. Она садится и на нее сбегается просто сразу человек 10-15. И ты либо пробиваешься, орешь и всякое прочее, либо, как потом решил делать я, я просто жду, пока они все уйдут, пока придут и другой. И я уже подхожу, вежливо спрашиваю, можно ли вас снять. Они очень, многие, кстати, что я удивился, поражаются тому, что, типа, я их спрашиваю, что я такой вежливый. Потому что все как кошуны налетают, а тут человек подходит и именно спрашивает. И поэтому они в совершенно другом настроении, нормально, спокойно позируют. Артур Гореев не исключает, что в будущем может переехать из Нью-Йорка, но не перестанет заниматься фотографией. Парень хоть и добился внушительных высот, однако не перестает развиваться в своем ремесле. Уроженец Уфы также продолжает работать с различными брендами и проводить творческие фотосессии. Розилию Дашбеев, Игорь Яковлев, телеканал ЮТВ.